Пройти через парк Пушкина сейчас действительно очень сложно. Здесь перерыты все дороги. Горы строительного мусора и песка. Прогулки здесь скорее напоминают преодоление полосы препятствия. Грандиозный ремонт Пушкинского парка начался неделю назад, но он вызвал неоднозначную реакцию местных жителей. Неужели нельзя было это начать раньше, в марте месяце, когда мы сидели все на самоизоляции. Сейчас, когда открыли парки и скверы, вот такое скопление детей здесь. Ничего хорошего мы в этом не видим, что такое количество дорожек, все закатывается в брусчатку. Нижегородец Сергей Кузин живет как раз рядом с парком Пушкина. Говорит, уже неделю его приходится обходить стороной. Сегодня Сергей и активисты Общероссийского народного фронта встречаются с сотрудниками районной администрации. Требования к чиновникам у них серьезные. По данному объекту необходимо перераспределить ресурсы по муниципальному контракту. Те работы демонтажные, которые еще не были выполнены, мы считаем, что их нужно приостановить. А денежные средства, которые высвободятся, нужно пустить на озеленение данного парка, посадить больше деревьев и благоустроить, например, детскую площадку, которая у нас за спиной, которая находится в низине и заливается водой в любой сильный дождь. Представители общественности свои претензии и просьбы говорят наперебой. То, что тяжелая техника ездит и виляет среди окружающих, при этом отдыхающих, при этом без должного, на мой взгляд, надлежащего контроля за этим движением, это печально. Прошу вас, пожалуйста, дайте нам шанс, дайте нам 2-3 дня, чтобы мы могли обследовать качественную территорию, в том числе на предмет тропинок, которые, ну знаете, по столичным меркам, как говорят, идеальная, идеальная тропиночная сеть. Требования будут услышаны. В ближайшее время здесь будут огорожены деревья. Безопасный подход будет устроен и до детской площадки. А вообще администрация обращается к нижегородцам с просьбой немного потерпеть эти временные трудности. Объемы работ очень большие, порядка 8 тысяч квадратных метров. Нужно переложить брусчатки. Кроме того, у нас еще есть конфигурация скейт-парка, которая вот там вот отсюда не видно. Там тоже нужно будет устанавливать новые элементы. Работы много и срок по контракту предусмотрен до 1 сентября, но вот с подрядной организацией мы проговорили и немножко сократили сроки и договорились в районе 15 августа уже все сдать. Каким станет парк Пушкина после ремонта, можно посмотреть на сайте районной администрации. Благоустройство зоны отдыха и прогулок завершится в августе. Наталья Лисова, Валерий Шакуров. Время новостей.